Пасмурным воскресным утром обеспокоенные жители села собрались в здании местного Дома культуры, чтобы получить пояснение от полиции и главы администрации о сложившейся ситуации. Ранее судимый за убийство мужчина, отсидев часть положенного срока, попал в составе ЧВК «Вагнер» в зону СВО. А вернувшись домой, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать своим землякам расправой. Приехал он, наверное, 20-го, но к нам приехал сюда 21-го, 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 наверное. Ну, пировал, по клубу, везде ходил, а на другой день идет по деревне. Я не слышала, я слышала только, что кто-то орет. Я вышла, Света меня, Атлана, говорит, я тебе звоню, звоню, звоню. Ваня-то идет, говорит, во все орет. В одной руке, говорит, пиво, во второй, говорит, я не помню, говорит, не знаю, пакет, не знаю, что. Во второй руке у него вилы, вилы, топор, нож. И идет, орет, убью всех, перережу всю семью, орет. Ну, и повернул в гараж, а там уж я не видела, что. Вы опасаетесь то, что? Очень. Мы ночи не спим. Как мы видим на предоставленной нам видеозаписи, мужчина, разбив машины, с топором в руке, уходит из обзора видеокамеры. Обеспокоенной данной ситуации к нам в студию новостей обратился руководитель предприятия «Русь», на котором работает большинство жителей села Новый Бурец. У меня просто было обращение среди рабочих, то, что они боятся ходить на работу. Потому что у меня доярки начинают работу в три утра, они примерно выходят из дома, в четырем подходят, начинают работать где-то с утра. Вторая смена, они заканчивают в восемь, в девять. Сейчас еще темно, поэтому они очень боятся. Похожая ситуация была у нас уже, когда произошло убийство в 2019 году, и народ в то время боялся, пока не поймали Росомахина и не признали его виновным. Сейчас он вернулся, и люди опять очень боятся, не знают, что делать, даже отказываются ходить на работу. Ждут понедельника, и я сам не знаю, как мне быть. Поэтому совместно с главой обратились к начальнику полиции, чтобы он дал разъяснение по данной проблеме. На встречу с жителями приехал Вадим Варанкин, начальник УМВД «Вятскополянский», и заверил, их голоса услышаны и ситуация взята под личный контроль. Все прекрасно знают, почему собрались. Есть у нас такой индивидуум, Росомахин Иван Леонидович, который у нас со специальной военной операции вернулся. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, потому что этот человек крайне неспокойный, проблемный. Это все было ожидаемо. Поэтому сейчас он у нас находится на сутках административно арестованный. Завтра вечером у него сутки кончаются. Соответственно, мы его выпускаем. Он под сопровождением двух сотрудников едет сюда. С ним есть договоренность. Веры, конечно, ему мало, но тем не менее, с ним договорились как. Он сюда приезжает, собирает свои пожитки. У него, с его слов, конечно, мы это проверить пока не можем, потому что Вагнер – это частная компания военная. У него снова заключен контракт. Он сейчас здесь находится в отпуске. У него отпуск должен закончиться вообще в начале мая. Но я до начала мая вот здесь терпеть не буду. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми монатками в поезд и чтобы он отсюда свалил, чтобы я его здесь больше не видел. До тех пор, пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно. Потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы это все адекватно понимаем, у нас понимание есть. Мы понимаем вашу узабоченность и встревоженность. Поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим. Несмотря на заверения полиции о контроле ситуации, люди продолжают высказывать опасения. В селе большинством жителей являются женщины, которым сложно противостоять неадекватному поведению мужчины. Вот я вот вам говорю, в три часа мы уходим на работу. Нас никто не увозит, не привозит. Мы идем одни, на свой страх и весь. И вечером мы идем в полдевятого в девять домой, день пьяный напьется и поймает билами или топором. По словам жителей, данный гражданин широко известен своим поведением далеко за пределами нового бурца и его действия непредсказуемы. Правильно к нам, когда началось это убийство и прочее, к нам даже стали бояться сюда, приезжать, представляете? И вот такой страх у всех. Правильно будет страх? Поэтому, видите, все выступают и боятся. Потому что, знаете, от него можно ожидать, видимо, все. Он в любое время может прийти. Там это, говорит, собаку надо завести, там это прочее, закрываться. Он может в окно разбить окно и залезти, может. Сто процентов. Прокомментировал ситуацию участково-уполномоченный данной территории Алмаз Гадрахманов, который в тот злополучный день, 22 марта, прибыл на вызов. 22 марта 2023 года, получается, получили сообщение, что в деревне Нового Буря, Севскополянского района, гражданин Росомахин, находясь в состоянии опьянения, получается, нарушает общественный порядок. И после чего совместно с старшим участковым майором полиции Шагием Алмазом Затовичем мы выехали, получается, в деревню Нового Буря, где в машинном дворе деревню, получается, обнаружили гражданина, по внешним признакам, находившись в состоянии опьянения. При себе у него были, получается, топор и нож. После чего, получается, ему было предложено все это выпресить. И, соответственно, он выпресил, и после чего он был задержан. И в дальнейшем мы достали он в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Жители села надеются, что, как и пообещали представители полиции, мужчина уедет из их села в ближайшее время. И они вновь смогут выходить на улицы, не опасаясь за свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok